Сергей живет в Белгороде. Однажды во время прогулки с внуком он встретил бурятских воинов. Наши ребята искали гармошку и Сергей помог им ее достать. С тех пор они начали дружить и общаться. Просили у ребят, что как. И начали, я подключил девчат, начали возить продукты. Первое, второе, пирожки. Это настоящие люди. Настоящие воины, с большой буквы. Мы им очень благодарны. Таких людей сейчас мало, как они. А вот за что именно благодарны? Можешь чуть поподробнее рассказать? За их отношения, за их дружбу, как они есть вообще. Таких людей мало сейчас. Но это словами не скажешь. Это надо прочувствовать. Связь их не прервалась даже после возвращения бойцов на родину. Они много раз звали Сергея в гости в Бурятию. И вот он, наконец, решился. Я все-таки решился и прилетел, чему очень рад. И не жалею ни рамы. Ну вот как вам Бурятия? Что уже успели посмотреть? Ну, посмотрел еще мало пока. Я за два дня. Бурятия красиво. Я говорю, я сейчас как во сне. Для меня это сон. Красиво. Байкал? Байкал видели? Завтра едем на Байкал. Так случайная встреча стала началом большой дружбы. Пример Сергея и его бурятских друзей доказывает, что в любой, даже самой трудной ситуации, важно оставаться человеком. Андрей Слепнев, Валентина Цибикова, Доржичи и Допов. Новости дня.